Привет! Продолжаем наше изучение программирования на C-Sharp под Unity. Посмотрим еще раз на картинку с нашим псом. В прошлый раз мы рассмотрели, как задать в классе doc-свойства, изучили переменные. Сегодня поговорим о действиях, которые может сделать наш класс. В прошлом уроке мы упоминали про функции. Функциями как раз и записываются те действия, которые может делать наш класс. Как можно определить функцию в классе? Посмотрим на класс нашей собаки. В нем изначально Unity создал две стандартные функции Start и Update. Это две специальные функции, которые нам предоставляет Unity. Но любая функция содержит те же самые части, что есть в них. Первое слово это тип возвращаемого значения. Зачем идет имя функции? Сразу за ним круглые скобки. Многим функциям внутри этих скобок можно передать параметры. Вспомните, как мы передавали параметры строку, функцию log класса debug в прошлом уроке. После круглых скобок идет описание всех действий, которые делает функция. Все они должны быть внутри блока, ограниченного фигурными скобками. Какие могут быть действия? В нашем случае мы просто выводим в консоль строку. Однако многие функции предназначены для каких-то расчетов. Они берут данные, что-то считают и должны как-то вернуть результат. Чтобы показать, что функция что-то возвращает, перейду ее именем и ставят тип возвращаемого значения. Для примера создадим функцию, которая будет возвращать нам строку мое имя, плюс имя собаки. То есть ту строку, которую мы выводили в консоль. Поскольку эта функция должна возвращать строку, пишем string. Далее имя функции. Назовем ее myName. Что идет после имени? В круглых скобках параметры. Передадим в функцию, собственно, имя. Как передается параметр? Для начала надо указать тип, который будет передаваться. Что мы передаем имя? То есть строку string. Далее пишем имя параметра, по которому мы потом сможем обращаться к нему внутри функции. Named. После круглых скобок идет пара фигурных скобок, в которых мы запишем действия нашей функции. Еще раз. Тип возвращаемого значения, имя, параметры. Параметры записываются тип, имя, параметры. Что должна делать функция? Она должна к строке мое имя добавлять переданную функцию параметр, собственное имя. Как мы это делали в прошлом уроке? С помощью оператора плюс. То есть мое имя плюс name. Почему name, а не nickname? Потому что мы хотим использовать параметр, передавая функцию, а не переменную класса nickname. В данном случае, конечно, можно было бы вообще обойтись без параметра и использовать напрямую переменную никнейм. Однако мы учимся, и на таком простом примере узнаем, как использовать параметры функции. Поэтому будем использовать name, а не nickname. Что-то не то, правда? Уже визуал судья показывает нам, что тут есть ошибка. В чем дело? А дело в том, что мы не указали, что делать с полученной строкой. Просто сложить две строки, не помещая результат куда-то, программа не может. Результат обязательно нужно куда-то деть. Здесь вот мы его передаем в функцию log. Можно также присвоить результат какой-то переменной. Давайте попробуем. Введем внутри функции новую переменную типа string. string. Назовем ее нам message. И присвоим ей нужную полученную нами строку. Присвоение, как вы должны помнить, делается оператором равно. Ну, и любая строка кода должна заканчиваться точкой запятой. Что получается? Получается, что переменные можно создавать не только в классе, но и внутри функции. Такие переменные отличаются тем, что у них нет модификаторов доступа. Они всегда приватные. То есть видны такие переменные только внутри функции, в которой определены, а снаружи к ним доступа нет. Их обычно вводят, когда в функции выполняются достаточно сложные действия для облегчения чтения и написания самой функции. Вроде ошибка в этой строке исправлена. Однако все равно что-то не так. Ну, правильно. Мы же написали, что функция должна возьмут строку, а пока еще ничего не вернули. Как функция может что-то вернуть? Для этого в C-Sharp есть специальное слово return, то есть возврат на английском. Записывается просто. Return, пробел. И что мы возвращаем? В данном случае нам нужно вернуть переменную message, ведь в ней нужен нам результат. Не забываем закончить строку точкой запятой. Все, ошибок нет. Функцию мы создали. Теперь нужно ее как-то использовать. Давайте создадим функции start переменную с типом строка и присвоим ей то, что вернет нам новая наша функция. Пишем string, это тип новой переменной. Inlog, это имя нашей новой переменной. Равно, это оператор присвания. Дальше нужно как-то получить результат функции. Делается это просто. Пишем имя функции myName. MyName. Круглые скобки. Они уже поставились автоматом. Что мы собирались передать функцию? Собственно, имя нашей собаки. Она у нас переменной nickname. Пишем в ней внутри круглых стомпок nickname. Завершаем точкой запятой, как всегда. Программа, увидев, что в качестве параметра мы передаем переменную nickname, подставит вместо нее то, что в ней содержится, то есть имя пса. Теперь функции log класса debug мы можем передать вот эту нашу новую переменную. Inlog. Здесь все то же самое, что мы делали с нашей новой функцией myName. Внутри Unity в классе debug определена функция log. У нее записано, что ей нужен для работы параметр типа строки. Вот мы его сейчас и передали. Полученная нами вот эта программа делает то же самое, что мы делали до этого в прошлом уроке. Однако в ней много нового. Наша новая собственная функция, пара переменных внутри функций, использование нашей функции. Запись функции называется определением функции, а использование вызовом функции. Указание параметров при вызове функции, передачи параметров. Ну, на самом деле мы могли не вводить переменные внутри функции. Начали с функции, можно было бы результат сношения двух строк напрямую передать оператору return. Вот так. Функции start тоже можно было бы не вводить переменные, а вызов на функции напрямую вставить внутрь вызова log. Вот так. Но часто в будущем вам не обойтись без переменных внутри функций, и хорошо бы знать о них и понимать, как их использовать. Аналогично. Мы могли бы не передавать функцию нашу myName параметр, а использовать переменную никнейм. Ну, кстати, почему вы... Подумайте, почему мы можем использовать никнейм вот внутри нашей функции. Теперь подумайте, почему мы в функции start вводили новую переменную, а не просто использовали вот эту переменную message. Все очень просто. Эта переменная определена внутри нашей функции myName, и видна она только внутри этой функции. Нужно очень хорошо понимать, какие элементы программ откуда можно увидеть и использовать. Приватные переменные, определенные в классе, можно использовать только внутри этого класса. Публичные во всей программе. Переменные, определенные внутри функции, можно использовать только внутри этой функции. Кстати, параметр, записанный в заголовке функции, это тоже переменная, определенная внутри функции. Единственное ее отличие, ей при вызове можно установить некое значение, как мы сделали здесь. У функции тоже есть модификатор доступа. Он по умолчанию тоже приват. То есть нашу функцию myName мы можем использовать только внутри нашего класса. Если мы захотим ее вызвать из другого класса, тут надо будет написать public. Или internal, то есть внутреннее. Посмотрим на функцию start. Что означает слово void? Вспоминаем, что тут должно быть. Тип возвращаемого значения. Значит, void это тип. Но на самом деле это весьма специфический тип. Он используется только в функциях, чтобы указать, что функция не возвращает никакого значения. Получается, что функции start и update не вызывают никаких значений. Ну, верно. В них нет оператора return. Вообще start и update это очень специфические функции. Мы их вообще нигде не вызываем, а они все равно выполняются. дебаглок у нас проходил. Помните прошлый урок? В данном случае они достали с нашим классу doc по наследству от класса unity monobehavioral. Мы в нашем классе можем и не использовать, просто удалить. Но если мы их не удалили, unity сама будет их вызывать автоматом в определенное время. Start вызывается при запуске игры однократно. Update вызывается каждый кадр. Unity нам предоставляет много подобных функций. Есть функции, которые вызываются однократно. Одна из них еще, например, awake. Она подобна функции start, только функцию start мы можем выключить. И она вызывается только, когда мы ее включим. Awake вызывается независимо, выключен ли объект, и все функции awake, которые у нас есть в сцене, вызовутся обязательно до первого вызова функции start. есть функции в unity, функции, которые вызываются, когда два объекта столкнутся. Также есть функции, которые автоматом не вызываются. Их нужно вызывать самому, как мы это делали с функцией log класса debug. Функций в unity очень и очень много. Постепенно изучая программирование под unity, вы будете их изучать и использовать. Давайте используем наши знания на практике. Попробуем сделать простейший так. Двигаться он у нас пока не будет. Будет только стрелять. Делаем танк из двух кубиков, большой сам танк, маленькие орудия. Также сделаем цель, просто сфера. Сделаем еще маленькую сферу, которая будет снарядом. Также я написал скрипты, которые мы будем использовать для орудия, снаряда и цели. Создал префаб снаряда, а сам снаряд потом удалился с цены. Объекты нужно разместить на одной прямой. Также, чтобы снаряд летел в нужное направление, их нужно разместить именно так, как и у меня, по оси Z. Рассмотрим скрипты. Скрипт орудия. Здесь мы видим две переменные. Одна типа GameObject, который нам предоставляет Unity. В нее в инспекторе можно поместить любой объект Unity. Вторая целого типа. В ней мы храним количество снарядов, которые есть у нашего танка. Также мы видим функцию, которую Unity вызывает для нас каждый кадр. Update. В ней мы используем еще одну функцию Unity. Incentiate. Эта функция позволяет нам во время игры создать новый объект на сцене, используя префаб. В нее мы передаем переменную префаб. В следующей строке мы уменьшаем нашу переменную числа снарядов у танков. Как мы знаем, при создании переменной в нее ничего не записывается. Поэтому при вызове функции Incentiate во время игры Unity не будет знать, что ей же передать в качестве параметра. Будет ошибка. Нам нужно назначить какое-то значение этой переменной. Это делается в инспекторе. Видим, что в инспекторе значение переменной known. Просто перетащим наш префаб в инспектор в нужное поле. Теперь при запуске игры Unity знает, что содержится в этой переменной. Ошибки не будет. Обе эти строки находятся внутри блока с оператором If. Его мы изучим позднее. В данном случае он просто проверяет нажата ли клавиша пробел и если да, исполняет все, что внутри него. Скрипт снаряда. У него тоже две переменные. Обе float. То есть с полащей запятой. Тут мы впервые видим, как присваивается таким переменным значение. Это число с запятой в конце которой стоит буква F. Эти перемены определяют скорость полета пули и размер ущерба который она наносит цели. В скрипте снаряда есть две функции уже знакомые нам Update и новая функция OnCollisionEnter. Эта функция вызывается когда два объекта в сцене сталкиваются. На обоих этих объектах должны висеть коллайтеры. На одном из них также должен висеть RigidBody. В эту функцию передается параметр Collision. Что мы делаем в этой функции? Сначала мы получаем ссылку на скрипт Target который висит на нашей цели. Затем последовательно вызываем две функции. Как получаем ссылку изучите сами. Посмотрите в мануале Unity описание функции GetComponent. В одном из следующих уроков я наверное расскажу как это делается но пока почитайте сами. первая первая из этих строк следующих находится в нашей переменной цели. Что значит наша переменная цель имеет тип Target? Это означает что она имеет все переменные и функции класса Target и мы можем вызывать их аналогично тому как мы вызывали функцию Log класса Debug через точку. в эту функцию Hit внутри класса Target мы передаем значение переменной наносимого снарядом ущерба чтобы цель могла понять насколько ее разрушил наш наряд. Вторая функция предоставлена нам Unity через класс MonoBehaviour она разрушает тот объект которому мы передаем ее параметрам. В данном случае мы передаем стандартную переменную класса MonoBehaviour GameObject который как раз указывает на тот объект на котором висит наш скрипт. Наш скрипт висит на снаряде. Получается что мы при столкновении снаряда с целью при вызове этой функции указываем цели что она повреждена и уничтожаем свой снаряд. В функции Update только одна строка но пока она для нас сложновато. Разберем ее подробно позднее пока только скажу что мы здесь двигаем наш снаряд с указанной скоростью. Скрипт цели гораздо легче. в нем только одна переменная здоровье цели ее тип float и только одна функция которую мы вызывали из предыдущего скрипта вот она вызов а вот сама функция. В ней мы просто уменьшаем здоровье нашей цели на то значение на то значение которое нам передал снаряд значит удалим со сцены пулю цена готова можно попробовать ее запустить нажимаем Space снаряд летит бах попал исчез посмотрим уменьшилось количество снарядов тоже уменьшилось стало 9 попробуем еще раз 8 стало здоровье тоже уменьшилось еще раз уменьшается еще раз уменьшается то есть на скрипт великолепно работает в этом уроке мы изучили очень много мы изучили функции мы изучили как их определить как их вызывать мы узнали что внутри переменных могут быть свои внутри функции могут быть свои переменные мы узнали как передавать параметры функции мы узнали много новых функций которые нам предоставляет Unity в следующем уроке мы узнаем как использовать логические переменные как выполнить какое-то действие по условию В частности, узнаем про вот этот оператор if. Возможно, мы успеем узнать про циклы и другие подобные конструкции языка C-Sharp. До новых встреч. Пока.